Всем снова привет, ребят! Второе видео за день. У меня назрела мысль рассказать вам немного о том, что я знаю про договорные матчи. Вот. Что такое договорные матчи? Я думаю, что многие из вас знают, что такое договорные матчи, и немало, неоднократно сталкивались с проблемой покупки договорных матчей. Так вот, что такое договорные матчи? Какой-то организатор, дяденька, у которого приличная сумма денег в кармане, встречается с командами из не топ-лиг, из первой лиги, из второй, третьей и так по списку. Вот. И предлагает, допустим, кому-то, ну, то есть, предлагает тренеру команды, предлагает точным игрокам команды, которых он, может быть, лично знает или еще что-то, провести договорный матч. То есть, он им предлагает, допустим, у них в контракте прописана, допустим, зарплата там 40 тысяч евро в неделю. А он предлагает 80 тысяч за один матч. Просто, чтобы там в не лучшей форме сыграть, выложиться там не на все стволы, а наоборот, плохо сыграть. И это как бы, договорный матч, это тот же самый постановочный пранк, только на футбольном поле. Вот. Это мое видение, как бы, если что, можете поправить меня в комментариях. Вот. И об этом матче, который будет очень малый, то есть, человек 10, 20, ну, 30, ну, максимум 50, приближенных к тому человеку, который это организовывает, знают. И о какой бы проблеме я хотел с вами поговорить. Я бы хотел всех предостеречь, вот кто ставит. Да, я думаю, и так уже мало кто ведется, но... Все равно. Во-первых, чем грозит... То есть, как бы, если о договорном матче узнает, скажем так, третье лицо. Он может поставить неаккуратно, подумать, что это так и надо, поставить в какой-нибудь конторе, она это пресечет, матч закроет, все отменит. Или начнет глаголить своим друзьям то, что вот, мол, я знаю об этом матче, все, начнется большой прогруз, и коэффициент упадет из такого, что это, вот, допустим, обычный точный счет, 4-0 с коэффициентом 20, будет за коэффициент 2, если на него прогрузит несколько десятков тысяч человек. Ну, это я так утрирую, но неважно. Короче, матч может просто не состояться из-за того, что информация куда-то перетечет, в неправильные руки попадет, и поэтому, как бы, организаторы очень рискуют, и они должны быть на 100% уверены в том, что никто об этом не узнает. Так вот, в чем проблема? В том, что обычно людям в сети предлагают купить, то есть пишут, вот, если вы подписаны на какие-то паблики по ставкам, старайтесь не сильно много ставить лайков на записи, даже если она нравится, и комментировать, потому что в комменты и по лайкам вам могут просто написать якобы организаторы этих договорных матчей, которые скажут вам, что вот, давайте я вам даю договорной матч, вы прогружаете косарек, он проходит, прибыль делим, и следующий матч уже по предоплате. Я скажу вам, я основываю то есть мысли только на своем личном опыте, потому что у меня такое было, и я про это уже конкретно много знаю, и хотел бы поделиться вам, с вами, но, я думаю, вы это уже знаете, я, может, какую-то информацию просто дополню в вашем кругозоре. Так вот, вам написал человек то, что, привет, братан, давай поставим там договорную матч, я знаю, вот у меня прикрепляют всякие скрины и видео, то, что он там ставится с аккаунтов, если вы видите, то что человек прикрепляет скриншот или видео из букмекистской конторы 1xBet, Melbet, OneWin, Batwinner и всякие такие нелегализованные букмекисты конторы, значит, ему просто дали демо-счет. На таких конторах свойственно придавать демо-счет по просьбе, потому что эти конторы не славятся, так сказать, своей репутацией. Вот. И как работают эти люди? Они выбирают 10 человек, 100-500 человек, у них много аккаунтов, они пишут всем. И они выбирают группу людей, то есть, допустим, есть матч, где играет две равных команды, на одну будет коэффициент 2,5, и на вторую коэффициент будет 2,5, и на ничью будет коэффициент 3. То есть, есть, допустим, группа, я вот скажу так, чтобы проще было нам с вами считать, есть группа из 30 человек, 10 он дает победу первых, 10 он дает ничью, и 10 дает победу вторых. 20 человек отсеются по-любому после, то есть, как бы, всего есть 3 исхода, а матч закончится, может, только с одним из них. То есть, 2 группы уходят, остается 1 группа, это 10 человек. У этой группы уже, получается, потенциально повышено доверие сразу процентов на 50. И там происходит точно такая же схема. Допустим, не 10, допустим, 1 откажется, будет 9 человек. Будет 3 группы по 3 человека. И сейчас такой же матч, по такой же схеме, как в 2,5, 3 и 2,5. Естественно, 1 результат, 6 человек уходит, остается 3 человека, у которых доверие на 100% уровне. И они готовы отдать любые деньги, лишь бы получить этот сладкий коэффициент. Остается 3 человека. Дается матч, то есть, из 30 человек, после первого этапа, с каждого он попросит по 5000 рублей. Некоторые найдут, некоторые нет. Но после первого матча верить не очень хочется. Но когда человек дает второй матч, она после оплаты, и остается вот эта как раз группа из трех человек, они уже по 5000 скидывают. То есть, вот это вот второй этап, одна группа из трех человек, они по 5000 скидывают. Это 15000. И он говорит, ставьте, вот у всех занимайте, ставьте, что хотите, там 30 тысяч рублей вы должны поставить на этот матч. 30 тысяч на коэффициент 2,5, 30 тысяч на коэффициент 3, 30 тысяч на коэффициент 2,5. Давайте возьмем 2,5. То, что прошел, 3 человека поставило по 30 тысяч рублей. Если он еще скидывает ссылку на букмирскую контору, а это такое может быть, то, что он работает с букмирской конторой, по ревшер, это он получает процент с вашего проигрыша. Он с этих двух, которые проиграют, поимеет по 50%, то есть, он с них поимеет только 60 тысяч рублей. Нет, 30, 30. Они вдвоем проиграют 60. И последний выиграет. А вот вы представляете, что такое выиграть 30 тысяч с коэффициентом 2,5? Это 75 тысяч рублей. И там он уже может возвращаться, как хочет. У человека 75 тысяч рублей. С меня, я рассказываю просто на своем примере, я так попался. В 2015 году, когда все только начиналось, с этими точными счетами, договорными матчами, и он может попросить любую сумму. 50 тысяч рублей он, скорее всего, будет просить, и говорит, что 25 тысяч, ты поставишь на коэффициент 10, зайдет 250, 50 ты мне отдашь, а 200 будут твои. И ты уже, как человек, который вовлечен в это, у тебя прошло 3-4 матча подряд, и ты остался один из этой группы, из 30 человек, ты у него уже на крючке сидишь, у мошенника. Вот. А там никак не докажешь. То есть, после того, как вы... Он вас, короче, кинет. Это неизбежно. И после того, как он вас кинет, как бы доказать что-то будет очень сложно. Вот. Почему я это все говорю? То, что если он предлагает договорный матч, там, точный счет, человек пишет, что он играет в каком-то там Зевс, Фигевс, там, 3-я лига, 4-я, у меня там друг в настольный теннис играет каждый день, он мне дает инфу, я его сливаю там за копейки, мне буквально там 500 рублей нужно. Ребят, не ведитесь. И это может плачевно закончиться. Просто рассказываю то, что происходило со мной, потому что зачастую, то есть, я знаю некоторых людей, которые этим активно занимаются, и зачастую, зачастую, их прибыль весьма солидная. Я скажу так, да, меня тоже манили легкие деньги, но не таким способом. Потому что лучше я буду давать в общественность прогноз, и вы будете смотреть, делать выводы, и соглашаться со мной, либо нет. Чем я буду вот так говорить? Ребята, я создал YouTube, вот у меня тут договорный матч, тут у меня сидят моя команда, со мной чай пьет, как бы, все. Один звоночек, все, вот что я хотел сказать, всем спасибо, с вами был канал NeverBetting, еще увидимся.